Что из себя представляет лошадь? Вот в моём представлении основы подготовки. Одна из основ подготовки – это анатомическая основа. Что из себя представляет лошадь? Я, например, вижу, что эти два лошади несут бревно. Один держит за середину, а второй держит сзади. Тот, который за середину держит, он несёт почти всё бревно на себе. А который сзади, он как Ленин на субботнике, держится сзади и несёт это бревно. И вот для того, чтобы легче переднему было, он должен приподнять это бревно вверх. Тогда часть веса опускается на задние ноги. И задние ноги начинают работать. Кроме того, что они начинают работать, они ещё дают возможность переднему быть более, так сказать, разгруженным. Он немножко опирается и постарается, только его задача стоит только приподнять. Садник садится на лошадь, он опять же садится на этого первого лошадь. И я, например, считаю, что он представляет из себя груз, который лежит на голове у негритянки. Почему они несут на голове груз? Ну, я так шучу, конечно, это обыкновенный лень. Он понял, что если он груз подтолкнёт, ему дальше его нести не надо. Ему только надо подталкивать, подталкивать, подталкивать. И он полетит. Груз, который вы стоите на голове, он всё время летит. И вот нам нужно, чтобы вот этот передний понял, что нужно... Ну, он понял уже, что так надо делать. Но мы должны наверху обязательно понимать, что нам нельзя болтаться на лошади. Нам нужно идти вместе с ним. Ну, и вот это вот одна из таких основ, которые составляют мою... Не систему, а, ну, мой подход подготовки в сапоги и лошади. Стандарт. Значит, ты пришёл, на тебя первое должно быть штаны. Второе, на тебя должны быть сапоги. Ну, штаны есть сейчас, есть специальные. Ну, они, они назывались галифе. Галифе, штаны. Или бриджи сейчас мы называем. Сейчас такие специальные, что даже есть такие, которые прилипают с одной стороны к попе, к коже, а с другой стороны к седлу. Прямо чего-то, чего только нет. Мы в своё время пользовались только тем, что мочили себе штаны водой и седло водой. И для этого, чтобы крепче, так сказать, сидеть в седле, чтобы меньше мешать лошади и так далее. Чтобы меньше тратить усилий на то, чтобы усидеть красиво. Ну, сейчас новый стандарт шлём, перчатки и так далее. Начнём, я обычно начинаю ищу, кто ты есть. Кто ты? Ну, вот, значит, в Германии женщина 80 с лишним лет держит лошадей и переехала от одного олимпийского чемпиона к другому олимпийскому чемпиону. Для неё это не проблема. Она живёт. И я у неё спрашиваю, фрау Карстен, вы кто? Она говорит, я. Я говорю, кто вы по профессии? Она говорит, я. Ну, я не стал дальше, думаю, мне не хватает немецкого языка, чтобы с ней дальше на эту тему разговаривать. Ну, и мы с ней познакомились. Ей понравилось, как мы мягко работаем с лошадьми, как у нас это самоотношение друг к другу и так далее. Как мы относимся к работе, к своей. И когда мы, вот уже, можно сказать, заканчивали там командировку у нас, она говорит, вы хотите, я вам покажу, какая я была в возрасте к себе? И показывает мне фотографию. Изумительной женщиной, восхитительной женщиной. И я понял её выражение. Я. Я. Кто вы по профессии? Я. Она, то, что ей дал Бог, как говорят, то, что ей дал Бог, она использовала так, что она смогла стать тем, кем она, ну, богатейшей женщиной. Это просто, ну, я очень люблю женщину. И тогда я там увидел, ну, я сказал, ну, право к адскому. Мечта. Вот такая вещь. И поэтому я всегда спрашиваю, кто ты? Зачем ты сюда пришёл? Я считаю, что люди, ну, делятся в конном спорте на пять категорий. Первая категория – это всадники. Он садится на лошадь, чтобы сидеть на лошади. Изумитель. Продевает спину. Он поворачивает, поворот головы делает. Он всё делает. Он всадник. Ему больше ничего не надо. Он сел на лошадь, слез с ней и забыл о том, что... Но сел на лошадь для того, чтобы быть всадником. Значит, вторая категория людей называется ездок. Ему нужна лошадь для того, чтобы сесть и проехать от пункта А до пункта Б. Ну, обычно, почтальон и всё такое. Это вторая категория. Третья категория всадников, она очень такая интересная. Лошадь нас не звала к себе на спину. И заставить её нас держать на спине, приходилось тратить очень большие усилия. Вы знаете, там, где есть сила, ловкость, сообразительность. Историю этого самого Александра Македонского и его гуцефала. Помните. И в каждой группе людей были люди, которые ловили этих лошадей, заезжали их и продавали или ставили в строй. Я считаю, эта категория называется джигиты. Понимаете, из поколения в поколение передавалась на генетическом уровне. И в конце концов, человек, даже не занимаясь, так сказать, или начав заниматься, он не может по-другому себя вести, как джигиты. Ему надо сесть на ложки и покорить её. Я был 4 месяца в Америке, продавал лошадей. Выезженных, подготовленных. Всё такое. Продал их. И, наконец, продаю одну лошадь доктору Эду. Кобыла моя, признанная. Он сел на неё, поездил, всё такое. А у меня там была лошадка, которая, ну, я так, немножко утрирую, он сошёл с ума. Украинский жеребец такой, ретивый. Не могу его никак никому предложить. Я даже не предлагаю, потому что сидеть на нём очень тяжело и так далее. Он говорит, а что это за лошадь? Я говорю, да, можно я посижу? Посидел на лошади, слез. Вот его я покупаю. Понимаете? Это джигит. Его лошадь, которая была выезжена, он не мог на ней выступать. Она ему не подошла. А вот этот, он тут тоже забрал его, запаковал и блюз. Почувствовал. Ему надо, он говорит, вы посмотрите, как я взмок. А на вашей кобыле я только сидел, удовольствие получал. А тут я взмок, а это ему нужно. Потому что видно, где-то его предки были ковбои, которые заезжали этих диких лошадей. Кстати, ковбои, это целая страница, можно показать. Это люди. Вот когда мы видим, что они падают с лошади, вот ковбои, это всё игра. Он будет на ней сидеть, пока она не сдохнет. Настолько они крепко сидят на лошади, настолько они приспособлены к этому, настолько у них единство с животным, что когда они заезжают, это тоже как анекдот, мы взяли лошадей у американцев подготовить. И они через два месяца пришли, посмотрели на лошадей, хозяйка заплакала. Я спрашиваю, в чём дело? Да вы пригласили ковбоев заездить лошадь, они квасили две недели. Потом говорит, хозяйка, выводи. Я говорю, вывожу кобылу. Один её хватает зубами за уши, второй на неё закидывает в седло. Сел, отпускают, отпускают. И вот она прыгала, прыгала, пока не растопырилась. О, всё, готово. Потому что она не скинет его, настолько они крепкие. Вот это джигиты. Есть тип людей, которых я называю в конном спорте, я называю спортсменами. Спортсменами. Значит, лошадь, что из себя представляет? Я обычно спрашиваю, что главное в машине, в автомобиле? Газ и тормоз. И вот если хороший газ, хороший мотор и хороший тормоз, ну это же удовольствие. Но не всякий поедет. Потому что вот чувствовать, сколько надо надавить, чтобы затормозить, и сколько надо надавить, чтобы ускориться, это талант. Понимаете? И люди, так же как лошади, автомобили, как и лошадь, как автомобиль. У ней есть понятие газ и понятие тормоз. Они настолько это тонко чувствуют, что показывают результаты неимоверные. Потому что у них есть чутье. Сколько надо нажать, чтобы лошадь пошла. Сколько надо придержать, чтобы она остановилась. Сколько нужно повернуться, чтобы она... Короче говоря, необыкновенные равновесия. Это спортсмены. Они используют свои качества для того, чтобы выступать на соревнованиях и так далее. Значит, лошадь из себя представляет живой организм, где все время происходит процессы возбуждения и торможения. Каждое животное отличается временем протекания реакции. От возбуждения до торможения. Временем протекания реакции. Если спортсмен чувствует это время, то есть категория людей, которые умеют это время или увеличить, или сократить. Это всадники такие, называются бигейтеры. Они умеют подготовить лошадь. Они умеют в развитии условной рефлексии. Не всегда они могут выступать. Не всегда они могут выступать. Это те, которые выступают, это исключение из правил, которые подтверждают. Но поменять у лошади физиологические функции они могут. Это вот пять категорий, которые в полном спорте существуют. Садник, ездок, джигит, спортсмен и бирейтер. Вот такая вещь. И о чем мы начали говорить? К чему? Вот я пришел к вам заниматься. А, вот. И когда ко мне приходит человек, я хочу разобраться, кто он. Кто он. Садник ли он? Бездок ли он? Джигит ли он? Бирейтер. И себе выбирают. Или, по крайней мере, ему сейчас вот когда был спорт, ну, когда государственный спорт был в наше время, я себе выбирал того, кто мне нужен. Ну, в общем-то, принимал всех, но делал ставку на тех, кто вот таким образом мог себя проявить. Так же и сейчас приходит человек, я узнаю, что он на себе представляет, и уже по этому строю, индивидуально по нему строю тип занятий, фон занятий и так далее. Потому что переделать их абсолютно бесполезно. Если он джигит, он всю жизнь будет джигит. И он не ничем. Если он ездок, то он пришел, он молча отработал, себя сушил и так далее. Вот этим я занимаюсь. После этого я сажаю лошадь, садника на лошадь и смотрю, насколько он... Удивительный вид спорта, это конный спорт. Удивительный. Удивительный чем? В конном спорте нет неспособных людей. Если, например, в боксе надо иметь определенные качества, в штанге иметь определенные мышцы, в легкой атлетике надо иметь, в гимнастике и так далее. Вот такой вид спорта, как плавание. Если не плывешь, не поплывешь. Никакие тебя не заставят. И в этом самом... Ну, конный спорт отличается тем, что в нем, во-первых, все способны, во-вторых, нет пола. У нас за счет идет не в зависимости от мужчин или женщин. И, кстати, женщины часто побеждают мужчин за счет своих каких-то женских качеств. Нет возраста. И самое главное, что даже коллеги могут в конном спорте показывать выдающиеся результаты, вплоть до выигрыша олимпийских медалей. Вот такая особенность конного спорта. И поэтому я когда набираю, я просто смотрю, насколько он близок по типу, к какому он типу, а потом, второе, насколько он хочет. Вот такая вещь. А когда он хочет, значит, обязательно кто хочет, тот ищет способ, кто не хочет, тот ищет причину.